Значит, все мои друзья, у меня много друзей в Российской Федерации и так далее, они удивлённо спрашивают меня, вдумайся, они спрашивают меня, нет, чтобы Шойгу позвонить. Они говорят мне, почему так мало бомбят. Естественно, сразу скажу, что это очень хорошие люди, это ярые противники войны. Просто они удивлены, что, ну вот они, например, меня спрашивают, было 24-е, годовщина войны. Мы тут, они говорят, уже тряслись за тебя, ну ещё у них тут есть в Украине знакомые, что просто вся Украина будет полыхать. Ну надо же отомстить, надо же показать, что годовщина войны, тем более Байден приезжал. А в результате ничего. И они начинают меня спрашивать, у него что уже, ну в смысле у Путина нет оружия или это какой-то замысел непонятный. Кстати, это действительно непонятно. Вот что ты об этом думаешь? Где вот эта удаль молодецкая, напомнить укром проклятым, кто они такие, сместить, сжечь, ну вот как они в своих ток-шоу говорят. Ну я думаю, что здесь нет однозначного ответа. Здесь, наверное, какая-то комбинация факторов. С одной стороны, действительно, подсчёты вот нашего управления разведки и Министерства обороны, они подтверждают, что стратегический запас, он как раз то, что на исходе, но там есть неприкосновенная его часть. И вот для того, чтобы эта неприкосновенная часть оставалась неприкосновенной, то Россия имеет возможность запускать сегодня уже там не 200 ракет, как это было в октябре, а, скажем, 50. Поэтому, а если удары получаются немассированными, соответственно, и процент тех ракет, которые имеет возможность украинское ПВО перехватить, он значительен. Вот, слава Богу, мы с тобой в Киеве сейчас, чтобы не сглазить, но у нас за последние недели не было прилётов по Киеву. Единственное, там какие-то пытались прорваться беспилотники, но их вроде бы на подлёте Киеву сбивали. Поэтому, если Россия не сможет получить вожделенные китайские ракеты и Иран не сможет тоже выполнить какие-то свои обязательства перед Россией, то, возможно, вот это количество ракет, которые у них есть, возможно запускать в месяц, оно и будет исчисляться 50-60 ракетами, и они запускаются не по центральным городам, а по тем городам, которые невозможно прикрыть надёжно ПВО. Вот то, что сейчас происходит в России, сегодняшние события, я перехожу как бы к другой. Прошу прощения, я прерву тебя, я прерву тебя на секунду, просто я как ведущий обязан об этом сообщить. 17.35, две секунды назад объявлена воздушная ревога. Пожалуйста, пройдите в укрытие, дорогие друзья. Я понимаю, что наша передача интересная, тем не менее, ваше здоровье важнее. Это мы с Чекалкиным накаркали. Мы тут говорили, что что-то мало бомбят. Не стоило, возможно. Но я там поскучал по дереву, в принципе, но забыл, может быть, сплюнуть три раза. И вот сразу видишь, нас наказала Верховная какая-то справедливость за то, что мы слишком, может быть, благожелательны были. Оптимистичны, да, оптимистичны. Оптимистичны, да. Но, возвращаясь к этому вопросу, второй, возможно, фактор, который тоже рассматривают это, то, что Россия все-таки прощупывает сейчас пути этих переговоров о прекращении огня. И, возможно, это какой-то, я не знаю, жест доброй воли для того, чтобы облегчить сегодня Украине занять более благожелательную позицию. Поскольку украинское руководство уже неоднократно заявляло, что никаких переговоров не будет. И это происходило как раз после массированных обстрелов, которые были за последние месяцы, после других трагических событий. И, возможно, та группа, которая была создана еще в марте месяце переговорной, она, как известно, и не распущена. Хотя, вроде бы, никаких переговоров не происходило за последние месяцы. Но, тем не менее, сам факт, что никакого приказа, указа о расформировании этой группы не было, возможно, это вот оставляет еще такой коридор каких-то возможностей для переговоров. Ну, а проведя новую... Прости, поскольку... Прости, мой дорогой, поскольку ты меня не видишь, то я не могу показывать тебе сигналы никакие. Поэтому я просто буду прерывать. Почему? Потому что у нас есть всякое видео и так далее. Ну, я... Вот, например, видео, которое мы сейчас покажем, там не столько надо видеть, сколько слышать. Есть такая передача, которая, если я не ошибаюсь, название ее я знаю, разговоры о важном, ведет такой православнутый, я вот иначе сказать не могу, такой ведущий Борис Корчевников, который обожает Путина и все на свете, на свете. И он приглашает к себе исключительно тех людей, вот это поразительно, исключительно тех людей, которые за войну, за кровь и так далее. По сравнению с ним, я хочу тебе сказать, что ток-шоу Соловьева — это разноголосится мнений, потому что там, ну, один говорит, так надо убить, а другой говорит, нет, надо иначе. А третий говорит, надо заколоть, а другой надо повесить. Вот. А что? Я, может, перед тем, как ты начнешь показывать этот сюжет, я вспомнил своего однокашника, да, Виталия Бута, которого обменяли на баскетболистку, и как он появился в этой программе, этот Корчевников, или Корчевников, как там его правильно, начал забрасывать его снежками, он хотел вот его как-то вернуть. Ну, вот, слушай, меня тут поправили, меня тут поправили. Оказывается, оказывается, вот это вот интересно. Спасибо, Бабариня. А как же называется вот эта программа Корчевникова, Ирина? Ты мне скажи, я уже запишу, чтобы не путаться. Значит, разговоры о важном — это в школах. Да, да, да. Это уроки, на которые приходят. Да, да. А, то называется, вот я даже напишу, Боже, какое название. Жизнь и судьба. Понимаешь? Жизнь и судьба. Да. В общем, короче, на эти разговоры о важном пришёл господин Ахлобыстин и рассказал детям про семейные ценности. Вот послушай, пожалуйста, чего он рассказал. Это интересно. Как вы считаете, в чём заключается внутренняя сила русских женщин? Внутренняя сила русских женщин заключается, как и другая сила других всех женщин, в способности к материнству. По факту своего биологического строения, ну, женщина как таковая, почему женщины дольше живут? Женщины всё время обновляются. Это необходимо, чтобы они были готовы к рождению, к деторождению. Им природа дала больше, чем мужику. Мужик на короткие дистанции, быстрый удар, схватил мамонт, бежать, есть. А у женщины нет. Она вот как грибница вокруг себя, распространяет жизнь. И ей природа дала эту внутреннюю силу. Что касается психологической силы русской женщины, то или там, я не знаю, ментальной. Тут неблагодарное дело сравнивать, неблагодарное. Так же, как у русского мужчины. Это сила в правде. Сила честно служить тому или и тому. Ну, ты можешь заблуждаться как человек, но ты, если служишь своим идеалом, ты имеешь от этого силу, наполняешься силой. В Москве я учился в военном институте иностранных языков. И нас посылали на книжные, я не помню, как они назывались, выставки, ярмарки. Там, я уже не помню, где они проходили, в Сокольниках или где-то там. И вот какой-то 82-й или 83-й год вышла зеленая книга, так называемая. Аркитабр Ахбар — это лидер великой социалистической, демократической арабской джемахири и полковник Каддафи. Он написал, как известно, свою, изобрел, вернее, свою третью мировую зеленую теорию. Ну, есть какие-то параллели с партией зеленых. У меня даже был специальный выпуск, посвященный популистским тезисам партии зеленых Зеленского и Великой зеленой революции Муаммара Каддафи. Так вот, я помню, что мы открываем эту книгу. И там на первой странице, с чего начиналась книга, Великая зеленая книга Муаммара Каддафи, с такой фразы. «Раджир гуа инсан», то есть мужчина — это человек. Женщина — тоже человек, но у неё есть месячные. То есть вот такой вывод, глубокий философский вывод. Мне вот сейчас напомнила вот эта сентенция, напомнили этого Ахлобыстина, Великую революцию. Я как-то, кстати, рассказывал недавно, это уже в каком-то эфире, как напугал когда-то Муаммар Каддафи Горбачёва. Он прилетел, мы просто участвовали в подготовке этого визита в своё время. Это 1986 год, мы как раз заканчивали институт, и нас иногда привлекали к обеспечению визитов высоких гостей. И вот прилетает Муаммар Каддафи, Горбачёв, уже перестройка. И тогда, помнишь, в советских газетах на первой странице печатали приветственные телеграммы по поводу высокого гостя. Правда, известие на первой странице, там внизу, телеграммы приветственные по поводу. И вот начинается визит первый день, а у нас там переполох, потому что он прилетел, Муаммар Каддафи прилетел со всеми своими детьми. У него было своих там что-то 7-8 детей. Кроме того, в своём племени Бенгази у него была такая традиция, что всех детей, оставшихся без родителей или ставших наполовину сиротами, он усыновлял. И вот у него было там 100 усыновлённых детей. И вот ЦК партии приходит телеграмма о том, что из посольства, что Муаммар Каддафи летит не сам, а он везёт 60 своих детей. И там же селили этих всех высоких гостей на Воробьёвых горах. И вот всех поставили на уши, потому что из этих детей там что-то было 10 человек, вообще младенцев, которым нужно было срочно найти какие-то люльки. Ну, факт то, что вот прилетает Муаммар Каддафи. И на первой странице этого газеты «Правда и известие» приветственная телеграмма, которая начинается словами. «Дорогой, уважаемый товарищ Каддафи, лидер великой социалистической арабской жамахирии». И через три дня визит заканчивается. И по поводу отлёта тоже публикуется телеграмма. Но вот такой дипломатический показательный жест, она начинается словами уже «Недорогой товарищ», «Господин Каддафи». Почему? Потому что он ошарашил тогда Горбачёва требованием «Сколько вы мне можете дать урана там обогащённого? Сколько вы мне ракет можете поставить? Срочно мне нужно». В общем, он тогда переполошил. И, к сожалению, мои однокашники, многие пострадали из-за этих ядерных программ. Не только Муаммар Каддафи, но и Саддама Хусейна, потому что, к сожалению, были вовлечены мои однокашники, арабисты в те проекты по рекрутингу советских и потом уже российских физиков-ядерщиков из Института Курчатова. И вот мой хороший, ближайший мой товарищ Серёга Соколов, который у нас там койки стояли рядом в нашем кубрике, в казарме. И там внук главного редактора, кстати, газеты «Известия», членок ЦК КПСС. И вот он, к сожалению, купился на эти быстрые заработки. Помнишь, тогда была такая сентенция, такой был принцип, что иногда люди становятся миллионерами считанные недели, но после этого живут там считанные дни. Вот мы с ним встречаемся перед пучей. Прости, мой дорогой, прости, извини, просто я должен дальше показывать, время идёт, но поучительная история про Муамара Каддафи, я не знал это дело. Значит, ну я думаю, что то, что дальше мы будем показывать, ты уже видел в интернете, это хиты интернета. Герой России, заместитель командующего сухопутными войсками, Александр Матовников, да-да-да, я понимаю, почему ты смеёшься, показал все свои геройские места, все причандалы, устроив стриптиз на камеру, видимо, чтобы поднять боевой дух российской армии. Давайте посмотрим видео. Субтитры подогнал «Симон»! Ну это только первая часть, да. Есть вторая, значит, в свободное от пожатия руки Путину, потому что есть такая фотография, из стриптиза на камеру генерал предпочитает мальчика, в чём красноречиво говорит, предположительно, его слитая переписка. Ну, в общем, скрепы трещат со страшной силой. Ну это просто приближение весны, чувствую, знаешь, такое там весна-блазенько. Это в своё время, помнишь, кто там? А Киса Воробьянинов, когда замолаживал вот эту вот студентку из общежития Бертольда Шварца, монаха имени Бертольда Шварца, которую играла в Орлей. Кстати, в Москве жил на Суворовском бульваре буквально через дорогу. Окна были её Натальи и Ворлей напротив, там соседи подглядывали за ней. Так вот, чего я вспомнил. Он же там, помнишь, читал вот этот там «Май-чародея», и тут «Мар-чародея» веет своим апохалом, там, видишь. Вот так повлияло на него приближение весны. Самое интересное, что, я не знаю, обратил ли ты внимание на текст вот этой фотографии, которая была. Там, значит, вверху написано, что «Прекрати, у меня ещё доклад первому». Мне ещё делать сегодня доклад первому. Ну, я не знаю, кто там первый, не обязательно Владимир Путин, хотя бы, да, но тут понимаешь, тут проблема. Он когда-то в моём такой в Москве, помнишь, «Все звёзды на первом». Ну, тогда под первым имелся в виду белый порошок, кокаин. Во всяком случае, во всяком случае, вот знаешь, мне действительно интересно, наверное, он и министр обороны Шойгу, и Путина, и так далее, он устраивает как военнослужащий. Ну, потому что, извини меня, он герой России, заместитель командующего сухопутными войсками. Я сейчас не говорю, сошёл ли он с ума, и почему он сделал этот ролик, и так далее. Вопрос не в этом. Вот меня интересует облика морали и кодекс о морали. Вот как прореагирует власть? С одной стороны, своих не трогают, с другой стороны, ну, ЛГБТ, вот это вот всё, вот эта пропаганда тут вообще капец, и как-то, ну, с другой стороны, он вес лужака, и его отстранять. Вот это мне очень интересно, как вот это вот будет всё. Понимаешь? Потому что своих не бросают, своим прощают всё. Ну, может, скажут сейчас же дипфейк, знаешь, вот эти вот технологии, которые позволяют вживлять лица в любые другие фигуры. Возможно, будет такое объяснение, что это просто дипфейк, что его лицо внедрили в фигуру какого-то другого мужчины, скажут, что, да, не верьте, там. Недавно же этот зять Шойгу сказал, что это всё фотошоп, да, когда он лайкал посты Дудя, а потом заявил, что нет, это всё был фотошоп, ничего подобного не происходило. Хотя начали отматывать ленту назад, нашли ещё много лайков у него под постами Дудя в Инстаграме. Поэтому я думаю, что здесь тоже как-то выкрутится. Ну, а с другой стороны, может, там сейчас расширение этих сексуальных горизонтов, это достаточно уже обширная практика сегодня в высших кругах российской власти. Там же много всяких слухов по поводу ориентации того же Володина. Я не знаю, может, они как раз и на публику и как-то, может, это осуждают, а в душе, может, наоборот, это им как-то, не знаю. Ну, вот давай мы посмотрим ещё одного с тобой человека. Тоже не проблема, что ты его не видишь. Даже если ты не видел этот ролик, то ты всё услышишь. Это господин Соловьёв, у которого, значит, сын неожиданно оказался ЛГБТ и сыграл свадьбу в Англии. А в это время Соловьёв рассказывал про подонков, которые, что его сын в Москве и что... Ну, в общем, короче говоря... Ну, вроде свадьба на Багамах у него была с сыном Мизулиной. Не важно. Ну, да, не важно. Они там, ну, вот так у них. Не, ну дай им Бог счастья и здоровья, понимаешь? Я в это дело не лезу. Просто тут же вопрос не про его сына. Тут вопрос про самого Соловьёва. Пицемерия. Соловьёв, значит, Соловьёв, поскольку очень сложно сейчас о чём-то говорить в его ток-шоу, и непонятно, куда идёт война, и, по всей видимости, как-то методичек новых нет, то он взялся за старые. Естественно, украинцы хорошо сопротивляются и даже идут в контратаке, потому что они под наркотиками. Вот, запомни, я не знаю, знал ты это или нет. Вот, вот давай послушаем Соловьёв. Не все подряд готовы идти и умирать за западные идеи и окончательное решение русского вопроса. Да и оказывается, у стойкости украинцев есть ещё очень медикаментозное объяснение. Вот что рассказал пленный. Примерно 15 числа, в январе 2023 года, наш медик начал выдавать нам какие-то таблетки. Эти таблетки, он название их не говорил. Я знаю, что эти таблетки были маленького размера, овальной формы и ярко-розового цвета. Он говорил, что эти таблетки нужно принимать, так как, по его словам, эти таблетки были от простуда и кашля. Он постоянно давал нам эти таблетки перед каждым заходом на позиции или если ты заходишь на какой-то пост или дежурство. Когда я начал принимать эти таблетки, у меня начали появляться какие-то ощущения. Со мной было что-то не так. Я меньше хотел спать, меньше хотел есть. Когда я стоял на посту, я увидел березу. Я уже принял эти таблетки. И я видел, как эта береза прямо расцветала у меня на глазах. Я понял, что это галлюцинация, потому что на дворе была зима и шел снег. После этих таблеток еще очень сильно хотелось пить. И когда я ходил в туалет, у меня была моча черного цвета. Это воинская часть 3017, это нацгвардия. Ну, все, кто были на передовой и беседовали с ребятами, знают, что когда берешь о пленах, с ними сутки вообще бессмысленно разговаривать. Они настолько обдолбаны, что они даже не понимают, что происходит. Зрачок расширенный. Мы сталкивались с этими таблетками. Я видел пленных, которые находились под ними. Он же не договаривает. Он говорит о том, что у него есть изменения физиологические. Но о том самом главном действии, которое на самом деле производит эти таблетки, он не видит перед собой ничего, кроме врагов. Он в этот момент может убить, в принципе, и своего же однополчанина, соплеменника и прочее. Но это что касается таблеток. Ну, я думаю, ты, наконец, и зрители поняли, в чем секрет замечательного мастерства стойкости украинской армии. В таблетках. Понимаете? Вот в таблетках. Я не знаю, на каких таблетках сидит сам Соловьёв. Кстати, странно, очень сильно похудел за последнее. У него что, вживляли ему какой-то там пузырь в желудок. Может, сейчас ещё тоже какие-то новые технологии. Но сегодня мне прислали видео, где он уже собирается повторить героический переход Суворова через Альпы. Уже хочет проверить лично, как там памятник Суворову стоит в Швейцарии. И после этого он планирует, возможно, как раз там по дороге освободить свои виллы, которые там между Миланом. Он говорит, что начнём с Милана. А ты, если помнишь, от Милана как раз на Лагу де Гарда, Лагу де Кобо, Банжоры. Там как раз же его виллы вот эти находятся, которые арестованы. Так он сегодня уже планирует повторить подвиг Суворова. Хотя, на самом деле, если посмотреть данные исторических этих летописей, то мало кто действительно выжил из этих бойцов суворовских войск. Там столько было смертей, оборожений. Так что не думаю, что кто-то реально захочет повторить этот якобы великий подвиг. Ну, в общем, они себя убеждают. Давай посмотрим. Ну, вернее, как. Я посмотрю, а тебе скажу, хотя, возможно, ты видел это видео. Ты помнишь про вот эту знаменитую бабулю, которая взяла советский флаг. И, я думаю, Харьковской области. Собственно, она этим выступила против войны, потому что, ну как, что она помнит? Она помнит Советский Союз, когда не было войны. Ну и после этого ты помнишь, значит, почему-то решили русские, что надо из этого сделать, значит, всё, что надо сделать. Да. А потом русские, вот напоминает Ирина, разбомбили её дом, и на этом всё закончилось. Но дело продолжается, дело немного продолжается. И вот посмотрите видео, где девочку из щиты нарядили вот этой бабкой с красным флагом и заставили ходить на пункты сбора и на вокзалы, чтобы провожать бойцов. Вот давайте это посмотрим. Это интересно и уникально. Истово она молилась Богу, желала мира для своей страны, шагнула с флагом с сотчего порога. Подумала, свои пришли в суды, как будто бы с мама его пугана сошла в дежурных руках не меч, а флаг. А перед ней, а верный турман, стоял не свой, а самый лютый враг. Не дрогнула она перед нацистом, когда тот знамя стал её доктать. Сегодня с непокорённым духом и образ чистый несла в себе святая эта мать. Она казалась всем большой и сильной, хотя сама в чём держится душа. Сегодня стала символом России, а Запад весь не стоит и гроша. Она сегодня, что победит с нами, лёгкий век свой прожила не зря. А за её спиной пылает пламя, как новая жизнь и алая заря. Ну вот, ты видишь, она стоит, одетая бабушкой. Её там валенки, валенки обули, которые на пять размеров больше там показывали. Да, и вот она читает обязательно слово «фашизм». Всё как бы есть. Вот я тоже, у меня есть надежда. Я вспоминаю своё детство. Там также оболванивали. У меня есть надежда, что она вырастет нормальным человеком и забудет это. Я тоже пел песню «Ленин всегда живой», «Ленин всегда с тобой». Всё это было. Вот было. А после этого, как было, помнишь поговорка, «Как было, так и всплыло». Вот так. Так мне кажется. К сожалению, человеческая психика очень пластична. И в военном институте у нас был предмет такой, военная психология. Мы над ней смеялись, правда. Мы спрашивали, почему есть обычная психология, зачем ещё нужна военная психология. Но там как раз вот… Прости, пожалуйста, прости. У тебя 15 секунд. К сожалению, время заканчивается. Поэтому, к сожалению, этот гитлерюгенд путинский, его начинают сегодня уже с ясель по заветам этого Сергея Кириенко, который отвечает за все эти программы. Они сегодня оболванивание детей уже не со школ, а с ясель начинают. Учат перевязывать раненых, учат выносить их с поля боя, бросать гранаты. Так что кто-то посоветовал этой девочке тоже ещё гранаты бросать вслед отборающимся бойцам в специальную, так называемую, военную операцию. Всё. Спасибо тебе большое, дорогие друзья, Дмитрий Чалкин. Спасибо, что ты был с нами. Благодарю тебя. Всегда жду в эфире.